Приветствую студию в Нью-Йорке Лиза Каймен. Время новостей на РТВА и что произошло в мире за последние часы. Начнем с самого главного коротко. Новые подробности атаки на Кей-клуб в Орландо. Нападавший Амар Матин сам оказался геем, а под суд теперь может пойти вдова террориста. Волна насилия во Франции. Под Парижем произошел новый теракт, а в городе Лиль начались столкновения российских фанатов с болельщиками из Великобритании. Украинцев обвиняли на украинцев. Кремль официально объявил о помиловании двух граждан Украины, вместо которых в Москву отправили двух одесских журналистов. Турция отказалась выполнять требования Евросоюза. Откара готова пожертвовать безвизовым режимом с ЕС, но не будет менять свое антитеррористическое законодательство. Виртуальная война 21 века. Российских хакеров обвинили в атаке на сеть Национального комитета Демократической партии США и краже досье на Трампа. Барак Обама ответил Дональду Трампу. Президент упрекнул кандидатов президента, не называя, правда, его имени, в популизме и отсутствии стратегии. Глава Белого дома обрушился на предложение Трампа запретить въезд в страну мусульманам. Не такой мы хотим видеть Америку, заявил президент. И это первый раз, когда Обама отвечает на обвинения в политкорректности. Уже долгое время основным вкладом моих друзей из оппозиции в контексте борьбы с ИГИЛ является критика в мой адрес по поводу того, что я не использую определение «радикальный ислам». В этом все дело, говорят они. Мы не сможем победить ИГИЛ до тех пор, пока не назовем их «радикальными исламистами». Что конкретно принесло бы применение этого ярлыка? Что конкретно изменилось бы? ИГИЛ стал бы менее привержен идее убивать американцев? У нас стало бы больше союзников? Может быть, на этом построена некая военная стратегия? Ответ «нет» на все вышепоставленные вопросы. Они хотят уверить нас, что говорят от имени более чем миллиарда человек, что они говорят от имени ислама. Это их пропаганда. Именно так они вербуют новых членов. И если мы окажемся в этой ловушке, начнем стричь всех мусульман под одну гребенку, подразумевая, что ведем войну против религии в целом, то мы просто сделаем работу за террористов? У нас есть предложение от предполагаемого кандидата от республиканцев на пост президента Соединенных Штатов запретить мусульманам иммигрировать в Америку. В этой риторике слышится идея изоляции иммигрантов и обвинения целых сообществ в причастности к насилию. Когда это прекратится? Они прекрасно знают, кто настоящий враг, так же, как знают это наши силовики и разведка. Они сутками напролет занимаются защитой нашей страны и всех американцев, включая политиков, активно пользующихся твиттером и бегающих по телевизионным шоу. Они просто знают природу врага, и нет ничего волшебного в словах «радикальный ислам». Это политический шаблон, это не стратегия. И то, что я осторожен в описании этой угрозы, не имеет никакого отношения к политкорректности, но имеет прямое отношение к борьбе с экстремизмом. Сегодня же выяснились новые подробности о личности террориста из Флориды. Американские спецслужбы подтвердили, нападавший на гей-клуб «Пульс» в Орландо был завсегдатаем этого заведения. ФБР также сообщило, что Амар Матин искал знакомств с мужчинами через специальное приложение для смартфонов. При этом накануне в качестве одной из версий атаки на гей-клуб называли гомофобию Матина перед нападением притягнувшего на верность ИГИЛ. После бойни представители этой группировки назвали Амара воином халифата в Америке. Сегодня же стало известно, что к ответственности могут привлечь и супругу террориста, 31-летнюю Нурзахи Сальман. По данным ФБР, она знала, что муж планировал нападение и с какой целью он покупал оружие, но не сообщила об этом правоохранительным органам. На месте трагедии в Орландо работает мой коллега, корреспондент «Голоса Америки» Роман Мамонов. Он выходит на связь со студией. Рома, ждем подробностей. Да, Лиза, приветствую. Следователи продолжают работать на месте преступления в клубе «Пульс», который находится за моей спиной, примерно в паре кварталов. Отсюда по-прежнему территория оцеплена, перекрыта движением. И криминалисты собирают все материалы на месте преступления и документируют все происходившее здесь. Опубликовано также видео и фотографии квартиры, где проживал Амар Матин. Журналистам показали фотографии, также пустили там поснимать. В общем, обычное жилище, ничто никак бы не предсказывало того, что в нем мог проживать человек, который готовит подобное преступление. Появляется все больше информации о самом Амаре Матине. И она, честно говоря, вызывает некоторую отропе и растерянность. Дело в том, что по свидетельству постоянных посетителей клуба «Пульс», его там видели на протяжении последних трех лет. Он был постоянным посетителем. Кроме того, якобы у него была анкета в приложении мобильных телефонов для знакомства геев. То есть возникает версия, что он на самом деле был не гомофобом, а латентным, то есть скрытым гомосексуалистом, который, видимо, жил в конфликте собственной ориентации. И это, конечно, поворачивает расследование в совершенно новое направление. Тем не менее, все-таки, вот, версия о связи с террористическими группировками пока, естественно, основная. И, как подчеркивает ФБР, сейчас появляется все больше информации о том, что он искал в интернете пропагандистские материалы исламистских группировок. Такие данные обнаружены на его компьютере. Напомним, 29-летний Амар Матин ворвался в ночной клуб «Пульс». Это заведение для ЛГБТ-аудитории, где проходила латиноамериканская вечеринка. Он расстрелял из полуавтоматической штурмовой винтовки и пистолета 49 человек. Это погибшие. И 53 человека получили серьезные ранения. Они по-прежнему остаются в больницах. Выяснилось, что все оружие он приобрел легально. С разницей буквально в несколько дней. В том числе заказал себе большое количество амуниции. Кстати, говорят, пытался купить такое защитное обмундирование, бронежилет, но ему это не удалось. Вот что рассказал журналист и владелец магазина, где Матин приобрел все оружие. Я его помню, но плохо. Лично я его не знал, но оружие он приобретал совершенно легально. К несчастью, этот человек оказался дьяволом, а выбрал мой магазин. Все это ужасно. Я его видел здесь, но если скажу, что знал его, это будет неправда. Этот человек был клиентом, купил что-то у нас. И мне жаль, что он выбрал именно мой магазин. Лучше бы он никого не выбрал. Лиза, также выяснилось, что Амар Матин был профессионально подготовлен к этой стрельбе. Дело в том, что в 2007 году он учился, по крайней мере, начал обучение в специальной академии для будущих сотрудников правоохранительных органов. Но его оттуда отчислили. Но он успел пройти курс стрельбы. И таким образом он, в общем, знал, что делает. Свидетели говорят, что он был спокоен. Говорил им даже, используя слово «пожалуйста», не посылать смс, не отвечать на звонки. И вел себя достаточно спокойно. Конечно, Орландо сейчас скорбит в городе Траур. По-прежнему режим чрезвычайной ситуации объявленный. Губернатором действует. Тут накануне вечером прошла первая массовая церемония памяти его, что говорили ее участники. Они не заслужили смерти. Я даже представить не могу себе боль, с которой теперь будут те, кто потерял своих близких. Все это ужасно. Мы сочувствуем семьям погибших. Наши сердца сегодня вместе с ними. Мы против насилия. И желали бы, чтобы это никогда не произошло. Я хочу, чтобы все знали, мы не уйдем отсюда. Мы останемся. И мы будем сильнее и лучше, чем вы можете себе представить. Нас не победить. В ближайшие дни начнут проходить церемонии прощания с жертвами этого чудовищного теракта. Известно, что несколько похоронных бюро предложили свою помощь бесплатно. Кроме того, компании вызвались многие оказать необходимую помощь. Авиакомпания JetBlue перевозит родственников погибших бесплатно. Сюда должен прилететь в четверг Барак Обама. Лиза. Спасибо. Это был Роман Мамонов из Орландо. 27 из 53 раненых в результате нападения по-прежнему в больницах. Состояние по меньшей мере шестерых из них. Медики оценивают как критическое, но стабильное. Сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии. Напомню, что после атаки на гей-клуб у больниц Орландо по призыву врачей выстроились очереди из желающих сдать кровь. Единственное, кого там не было, мужчины-геи. Дело в том, что в США, где уже официально разрешены однополые союзы, кровь гомосексуалистов не принимается. Уточню, раньше на кровь геев был наложен тотальный запрет, но полгода назад Американское управление по надзору за медикаментами изменило правила и разрешило сдавать кровь тем мужчинам-геям, у которых не было сексуальных контактов в течение последних 12 месяцев. Сегодня в Конгрессе представители фракции за права ЛГБТ-сообщества призвали отменить эту практику и разрешить геям сдавать кровь на равных с другими гражданами страны. В Нью-Йорке участники многотысячного митинга потребовали от федеральных властей ужесточить законы по обороту оружия в стране. После трагедии в Орландо это одна из самых обсуждаемых тем в США. Акция в памяти у погибших проходила у стен нью-йоркского бара Stonewall Inn в Манхэттене, превратившегося в эти дни в своего рода мемориал. Из Вест-Вилледжи, где расположен Stonewall Inn, к нам присоединяется мой коллега Евгений Маслов. Евгений, я приветствую вас. Услышали ли призывы участников акции в Вашингтоне? Вам слово. Приветствую, Лиза. Памятный молебен, проходивший здесь накануне вечером, перерос в многотысячный митинг. Акция оказалась столь массовой, что полиции пришлось перекрывать в этом районе движение. На митинге памяти выступали как местные активисты ЛГБТ-сообщества, так и правозащитники, известные в городе и в стране политики, в том числе мэр города, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Коума. Нью-Йоркцы вспоминали погибших, выражали поддержку их родным и близким. И, разумеется, литмотивом большинства выступлений было то, что парад слов переходить к делу, ужесточить контроль за торговлей оружием США. В Нью-Йорке эти законы уже были изменены и сильно ужесточены, особенно, что касается продажи автоматического оружия. В большинстве штатов подобных ограничений пока нет, и Нью-Йорк теперь призывает последовать его примеру. И об этом, в частности, на митинге говорил губернатор штата Эндрю Коума. Сколько еще человек должны погибнуть, прежде чем федеральные власти наконец образумятся? У нас уже были стрельба в школе Колумбайн, в Политехническом университете Вирджинии, стрельба в школе Сэнди Хук, в Сан-Бернардино и в кинотеатре города Аврора в Колорадо. Когда уже это закончится? Мы в штате Нью-Йорк уже приняли законы, регулирующие продажу оружия. И мы знаем, это может быть сделано. Как вы слышали, губернатор Коума перечислил самые громкие случаи массового расстрела людей в США за последние годы. Конечно же, до событий в Орландо, одной из самых шокирующих и трагичных, историей была гибель 28 детей в школе Сэнди Хук в 2012 году, когда преступник, используя автоматическую винтовку, расстрелял школьников в Коннектикуте, а затем покончил с собой. В кинотеатре Аврора в Колорадо также в 2012 году нападавший Джеймс Хоумс расстрелял 12 человек. В Политехническом институте Вирджинии в 2007 году бывший выпускник этого учебного заведения Чосанхиро стрелял 32 человека и покончил с собой. До стрельбы в Орландо, вы помните наверняка инцидент Сан-Бернардино в Калифорнии, где двое нападавших Саид Фарук и Ташфин Малик расстреляли 14 человек. Это лишь самые громкие случаи. Вообще, американская пресса сегодня приводит цифры, согласно которым на Соединенные Штаты приходится почти треть случаев массовых расстрелов людей в мире, более 30%. Услышали или нет призывы нью-йоркцы в Вашингтоне, сложно сказать, с учетом того, что обращены они главным образом к Конгрессу. Президент США Барак Обама давно выступает за ужесточение контроля за продажу оружия. Законы принимает Конгресс. И пока у Белого дома и конгрессменов единственного в этом вопросе нет. Но, возможно, трагедия в Орландо изменит эту ситуацию. Лиза. Спасибо. Это был мой коллега Евгений Маслов о возможном ужесточении законодательства по обороту оружия в Америке. Новая волна насилия во Франции. Группировка ИГИЛ объявила о своей причастности к теракту в пригороде Парижа, жертвами которого стали два человека. В понедельник вечером в городке Манинвиль молодой мужчина зарезал полицейского и, захватив заложников, запарикодировался в доме стража порядков. После безрезультатных переговоров спецназ пошел на штурм и ликвидировал террориста. В доме была обнаружена убитая супруга полицейского. При этом трехлетний сын пары был найден живым. По данным СМИ, нападавшим оказался 25-летний Ларосси Абала, ранее судимый за причастность к террористической ячейке, занимавшейся вербовкой боевиков для их отправки в Пакистан. Отмечу с ноября прошлого года, после теракта в Париже, когда погибли 130 человек, во Франции действует режим чрезвычайного положения. Помимо этого, власти приняли решение усилить меры безопасности в столице и других городах, где в эти дни проходит чемпионат Европы по футболу. Однако даже усиленные наряды полиции не смогли предотвратить массовых столкновений фанатов из разных стран. Самыми активными оказались россияне. Вслед за субботними драками в Марселе российские болельщики оказались участниками новых стычек, на этот раз в Лиле. Дальнейшее выступление сборной России на Евро-2016 теперь под угрозой. УЕФА оштрафовала Российскую Федерацию спорта на 150 тысяч евро и арестовала более 40 россиян. Валерий Кипилов продолжит. Массовые аресты, смерть мозга английского болельщика, штраф и угроза досрочного и бесславного окончания чемпионата. Скандал, связанный с похождениями российских ультрас во Франции, набирает обороты. Сегодня французский спецназ задержал автобус с российскими футбольными фанатами, направлявшимися из Кана в Лиль на завтрашнюю игру со Словакией. По данным правоохранителей, в автобусе были люди, причастные к марсельскому побоищу. Существуют четкие признаки того, что как минимум некоторые из них принимали участие в неприемлемых насильственных действиях в Марселе. Поэтому очень важно провести проверки. Если власти решат, что эти люди представляют угрозу порядку и общественной безопасности, их вышлют из страны. Из находившихся в автобусе 43 человек, 35 отказались выходить, требуя присутствия российского консула. Шестеро из вышедших из автобуса были сразу отправлены в местное СИЗО для оформления депортации. Остальных поначалу решили отпустить, но тут стало известно о фактической кончине англичанина, пострадавшего во время драки с россиянами. Его мозг перестал работать, и ситуация резко изменилась. Прокуратура Марселя на сутки арестовала водителей и всех пассажиров автобуса. Задержанных отправят в Марсель для судебных разбирательств теперь уже по делу об убийстве. Тем временем в России к случившемуся относятся неоднозначно. Твиттер откровения члена исполкома Российского футбольного союза и депутата от ЛДПР Игоря Лебедева о том, что, цитата, «молодцы наши ребята так держать», нашли отклик в микроблоге другой высокопоставленной фигуры. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин отозвался о россиянах, устроивших избиение англичан так. Нормальный мужик, каким он должен быть, вызывает у них удивление. Они же привыкли мужиков на гей-парадах видеть. Господин Маркин решил поделиться своим внутренним миром с читателями твиттера буквально через сутки после трагедии в американском Орландо. В гей-клубе «Пульс» погибли 49 человек. В Москве при попытке почтить память жертв теракта у посольства США двое молодых людей с табличкой «Любовь побеждает» были арестованы. Их обвинили в проведении несогласованной акции. Это к вопросу о приоритетах правоохранительных органов России. А вот российскую сборную по футболу ждет наказание от УЕФА. За уже содеянное руководство европейского футбола условно дисквалифицировало россиян до конца турнира и оштрафовало их на 150 тысяч евро. Условность дисквалификации проста. Еще одна подобная выходка болельщиков, и все они в компании футболистов и тренеров национальной команды отправятся домой. Главный тренер россиян Леонид Слуцкий надеется на благоразумие фанатов сборной. Мы еще раз говорим о том, что мы уверены, что наши болельщики больше не допустят подобного поведения и не дадут повода для дисквалификации национальной команды. До игры со словаками остаются сутки. Футболисты обеих команд активно тренируются, а французская полиция на всякий случай готовится к худшему. Валерий Кипелов, телекомпания «РТВАЙ». Нам удалось связаться со спортивным обозревателем Николаем Еременко, который стал свидетелем столкновений российских и британских болельщиков в Марселе 11 июня. По его мнению, условную дисквалификацию российская сборная получила заслуженно. Ситуация здесь очень простая. В российской прессе началась сразу подмена понятий. Начали говорить о том, что именно из-за этой смерти наказывают российскую сборную. Здесь все совсем не так. За бесчинство на улице российский футбольный союз не отвечает. Но регламент требует, что каждая сборная и каждая национальная федерация отмечает за то, что происходит в чаше стадиона. А все абсолютно видели, что как только закончился матч «Россия-Англия», через минуту-черезве абсолютно пустая трибуна за воротами. Потому что весь российский фан-сектор в количестве 150-200, если не больше, человек побежал, как уверяют, брататься с британцами. На самом деле бить британцев. Хорошо это или плохо, я сейчас оставляю за скобками. Но факт есть факт. Агрессия шла от российских болельщиков. Это всеми документально подтверждено. И именно поэтому российская сборная теперь может быть наказана. Я сегодня общался с Александром Шпригиным, главой так называемого Всероссийского объединения болельщиков, который был задержан в этом автобусе вместе со своими, ну скажем так, коллегами. Информация достаточно жесткая. Обращаются французские правоохранительные органы корректно, но жестко. Не давая, конечно, возможность связаться с адвокатами, связаться с российским генконсулом. Но фактически не давая никакой надежды, что российские болельщики на завтрашний матч со Словакией попадут. Вы смотрите новости на канале РТВ и далее выпуски. Турция отказалась выполнять требования Евросоюза. Анкара готова пожертвовать безвизовым режимом с ЕС. Виртуальная война 21 века. Российских хакеров обвинили в атаке на сеть Национального комитета Демпартии США. Все это через пару минут на канале РТВ и оставайтесь с нами. Вы смотрите новости на канале РТВ. Россия и Украина обменялись заключенными. В Киев прибыл самолет с Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко на борту. Афанасьев был осужден на 7 лет колонии строгого режима, как предполагаемый сообщник украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которого обвинили в терроризме. Солошенко был признан виновным в шпионаже и приговорен к 6 годам тюрьмы. Оба помилованы указом президента России. В обмен на них Киев отправил в Москву одесских журналистов Елену Глещинскую и Виталия Диденко. Они обвинялись в организации так называемого Народного совета Бессарабии, который по версии СБУ добивался отсоединения от Украины южных районов Одесской области. Турция не будет подстраиваться по требованию Европейского Союза и менять свое антитеррористическое законодательство. Если нужно будет пожертвовать безвизовым режимом с ЕС, то Анкара к этому готова. С бескомпромиссным заявлением выступил сегодня турецкий премьер-министр Бенали Елдырым. Турция и ЕС обсуждают либерализацию визового режима с 2013 года. В марте стороны решили активизировать переговоры по отмене виз в рамках сделки по ограничению нелегальной миграции в Евросоюз. Анкара обязалась разместить на своей территории беженцев в обмен на миллиарды евро от Брюсселя и свободное перемещение граждан Турции по Европе. Но при условии проведения ряда реформ в Брюсселе по-прежнему считают турецкое законодательство слишком жестким и нарушающим право на свободу собраний и самовыражения. Именно поэтому ЕС в который раз откладывает срок принятия решения по смягчению визового режима с Турцией, а вместе с ней из Грузии, Украины и Косова. Добавлю, что сегодня посол Евросоюза в Турции Ханс-Йорк Хаббер подал в отставку. Многоуважаемый господин президент, именно так Раджеп Таип Эрдоган обратился к Владимиру Путину. Письмо из Анкары с поздравлениями с Днем России публикует сегодня РИА Новости. От имени всего турецкого народа в вашем лице поздравляю всех россиян, а также желаю, чтобы в предстоящем времени отношения между Россией и Турцией вышли на заслуженный уровень, говорится в письме. Поздравление с надеждой на скорейшее возобновление сотрудничества получил сегодня и премьер Медведев от своего турецкого коллеги Елды Рыма. Интересно, что накануне президент Эрдоган высказал разочарование политикой США и лично президента Барака Обамы. И я напомню, в конце мая российский президент Владимир Путин заявил, что Москва хочет возобновить отношения с Анкарой, однако ждет от Турции конкретных шагов. Он подчеркнул, что Россия так и не услышала извинений за сбитый Су-24. Турецкий лидер со своей стороны сообщил, что хочет улучшения отношений с Россией, но не понимает, какими должны быть первые шаги Турции в этом направлении. При этом Эрдоган тут же обвинил Кремль в продаже оружия курдской рабочей партии, которую в Анкаре считают террористической организацией. Москва, напомню, неоднократно обвиняла Турцию в сотрудничестве с ИГИЛ и покупке дешевой нефти у террористов. Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка. Вот, к примеру, одно из высказываний Владимира Путина о Реджепе Эрдогане. Эти слова российский лидер произнес 3 декабря 2015 года. После столь резких и недипломатичных выпадов слепить дружбу заново будет трудно. Но оба государства, по мнению обозревателей, сейчас вынуждены искать точки соприкосновения. Российские хакеры атаковали сеть Национального комитета Демократической партии США. Это административный орган партии. По данным газеты Washington Post, взломщики получили доступ к базе данных, собранные демократами на Дональда Трампа, а также к личной информации Хилари Клинтон. Опрошенные Washington Post эксперты по безопасности заявили, что кибератаки являются своеобразной формой шпионажа, за которой стоят российские госструктуры. Сообщается, что некоторые из хакеров могли иметь доступ к сети Демократической партии в течение последнего года. Среди прочего, они могли читать электронную переписку сотрудников комитета. Ранее директор национальной разведки США Джеймс Клеппер предупреждал, что работающие в интересах иностранных государств хакеры ведут активную слежку за кандидатами на место в Белом доме. Напомню, что в прошлом году была взломана и сеть Пентагона. Ответственность за это нападение Минобороны возложила на Китай. Это все новости к этому часу. Итоги информационного дня в следующем выпуске новостей на канале РТВ в 7 часов вечера по Нью-Йорку. Далее в эфире особое мнение.